Которым я безмерно восхищаюсь и безмерно хочу стать вот таким, как он. Плюются, пинаются, спрашивают, типа, ну чё ты в машину-то сядешь? Нет, ну вы быдло, вы объективно быдло. И особо-таки ничего не сливает. И вот недавно он зашёл на какой-то там бонусный проект. Я не помню точно, как он называется, да я думаю, это... Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Я редко вам об этом рассказываю, но на самом деле у меня есть свои самые любимые ютуберы, которых я уважаю, которых я люблю, которым у меня, возможно, есть. Стокгольмский синдром немного, да, вот что-то наподобие того. И я просто редко обо всём этом говорю, потому что не хочу делиться каким-то качественным контентом, который, вот понимаете, качественным контентом. Он обычно набирает там по 100, по 200, по 250 просмотров. И вот если им начать делиться, если у человека начнёт вот становиться больше просмотров, то он, ну, неуклонно скатится просто вниз. Скатится вот во всю эту, я не знаю, стопку рекламы, там, вот этих вот продавцов вертов, там, я не знаю, покупателей и продавцов каналов, там, вот всего-всего вот этого вот прочего. Шлаг каких-нибудь, там, я не знаю, ну, БРП серверов, Дубай Рулеплей, там, все прочие вот эти вот сервера. Я считаю, что вот этот вот уникальный, качественный контент, он постоянно должен оставаться в тени для того, чтобы вот только элитарная часть общества могла вообще узнать о нём, могла знать, что он из себя представляет, могла в целом насладиться им. И вот в число таких ютуберов входят, вот, допустим, я не знаю, Владислав Павлов, Андрес Укрэм, там, я не знаю, Ураган Хакаги, да, то есть действительно тот контент, который вот я могу порекомендовать смотреть абсолютно всем людям. То есть это будет интересно всем, вот как, наверное, я не знаю, там, детям до трёх лет, а таки, наверное, ну, я не знаю, людям, типа, 60+, где-то так тут возрастной ценз, вот. И понимаете, в чём дело? Я вот сегодня хочу поделиться просто вот одним из своих самых любимых GTA-сампьютуберов, Владиславом Павловым, которым я безмерно восхищаюсь и безмерно хочу стать вот таким, как он. Потому что настолько тупого ебаната, ну, это невозможно найти ни в одной сфере общества. То есть абсолютно вот нигде, вот куда бы вы ни пришли, там не найдётся человек намного тупее Владислава Павлова. Просто, ну, это невозможно. Потому что Владислав Павлов, ну, это, это олигофрен. Это просто, это человек, отставший, возможно, в развитии лет на 10, может быть, на 20, я не знаю, со своего рождения он уже отстал в этом самом деле. И поэтому, ну, я просто, поэтому ладно, мы не будем как-то вот это вот прочие заслуги Владислава перечислять тут, потому что я не хочу, да. И так, там уже ездят многие люди, плюются, пинаются, спрашивают, типа, ну, что ты в машину-то сядешь? Нет, поэтому мы особо сильно тут разглагольствовать не будем. Понятно, что Владислав Павлов, он с Иркутска, он сюда не будет ехать, там жалко денег. Да и всё лучше потратить на протеин, на качалочку, на всё прочее. Вот тут-то всё понятно. Но есть и другие люди, как бы, которые проживают, а в том же городе, что я, поэтому мы про них, а также ничего плохого говорить не будем. Так вот, понимаете, в чём дело? Владислав Павлов относительно недавно начал заниматься сливами мобильных GTA-самповских вот этих вот всех Android-проектов. Возможно, КРМП-проекты там потом будут, возможно, ещё какие-то проекты, я точно не знаю. Мне это абсолютно точно не интересно, потому что я смотрю на канале Владислава Павлова всё. То есть всё, что выйдет. Завтра он там выложит, я не знаю, экскурсию какую-нибудь, да, по своему городу, я это посмотрю. После завтра он выложит там, я не знаю, как создать атомную бомбу в домашних условиях, или там собираем адронный коллайдер по частям и вот всё-всё-всё прочее. Я всё это буду смотреть. Или там, допустим, я не знаю, окормлю своего пса 24 часа. Так вот, к чему я всё это клоню? Владислав Павлов не так давно, когда это начало, разумеется, набирать просмотры, он начал вот заниматься тем, что вот сливает всякие мобильные GTA-самповские проекты. То есть он прикрывается этой гидой того, что, мол, я помогаю этим самым проектам, то есть указываю на их какие-то ошибки, тем, что баню людей с причиной, там, АКО от Владислава Павлова, сперма-осминога, сперма-годзилла и всё. Но это очень интеллектуальный юмор, я думаю, что не каждый способен его переварить, потому что, ну, если вы, разумеется, с этого не смеётесь, то, ну, вы быдло, вы объективно быдло. Потому что, вот, лично я считаю, что существует вот два типа юмора, там, знаете, вот, как человек, допустим, там, я не знаю, идёт-идёт смешно падает, да, или вот эти вот пупы, там, всё прочее, когда казалось бы, что человек говорит одно, а на самом деле другое. Или там, допустим, сливы от Владислава Павлова, в которых он обанит людей, там, да, которые спокойно себе играли, никому точно не мешали, пусть и на бонусном проекте, это выбор каждого, где ему играть. То есть, ну, людям хочется играть на бонусном проекте, пусть играют, как бы, я не вправе их осуждать за это, абсолютно точно. Вот, и понимаете, в чём дело? И Владислав Павлова заходит, и постоянно вот их банит, всё прочее делает, и дело в том, что сливы Владислава Павлова, они стали уже настолько однообразны, что, ну, он уже даже как-то смех свой особо сильно не наигрывает, то есть, просто безэмоционально практически сидит и особо-таки ничего не сливает. И вот недавно он зашёл на какой-то там бонусный проект, я не помню точно, как он называется, да, я думаю, это не мета особого кого-то, что-то Big Baby Tape или Play, там, всё прочее. И понимаю, в чём дело? Слив у него получился не особо, таким, знаете, красочным, ярким, потому что, ну, блядь, на сервере была предусмотрена система антислива. И он смог только посадить большое количество игроков в Демарган, и, в общем-то, уволить их с фракции, с организации и всё прочее. И на этом слив закончен. Я не знаю, выйдет ли он на канале Владислава Павлова, или, возможно, уже вышел, или не выйдет, потому что получился плохой. Но, в целом, я считаю, что рекламку интегрировать надо Владислава Павлова, поэтому подозреваю, подозреваю, что вот, ну, он, скорее всего, выйдет. Потому что рекламку Эвольво-то она сама себя не засунет, да, перед рекламкой Эвольво будет там ещё какой-нибудь перероличек какого-нибудь ещё человека. Вот, что я могу, какой вывод я могу сделать из всей этой ситуации? То есть, понимаете, Владислав Павлов, вы должны быть ему благодарны за то, что он заходит и вот сливает ваши проекты, не даёт вам нормально поиграть, а на ваших любимых серверах. И вы должны вот за это, в самом деле, благодарить его. Потому что, вот, если бы не он, то, ну, ничего бы особо не поменяло, но вот он бы, по крайней мере, не было себе такого большого самомнения, что, мол, он помогает GTA-самповским серверам. Это прямая цитата, то есть, он помогает, там, GTA-самповским серверам, вот этим вот всем, ну, BRP и всём прочее, чтобы они как-то стремились выездить, да, вот, всё прочее делали. Непонятно, правда, куда можно стремиться, когда, ну, ему даже слив не дали провести, он особо-таки ничего сильного не показал. Вот, я там скриншоты показываю, то есть, там, Сперма, Годзилла, что-то, Код, Лаислав, ну, в общем-то, это интеллектуальный юмор, тут без, без особого сильного уровня интеллекта, без большого количества IQ, по крайней мере, трёхзначного, да, вот, тут не разобраться. Поэтому я, как бы, поддерживаю полностью деятельность Лаислава Павлова. А я, на самом деле, играю на проекте Arizona, рули PlayFenix IP, а также мой никнейм Данте Коннор находится в описании данного видеоролика. Всем спасибо за просмотр, а там же, кстати, в описании есть мой телеграм-канал, заходите туда, там тоже много всяких вещей происходит. А Владислава Павлова я безмерно уважаю, он молодец, он слил проект, правда, у него ничего не получилось, но я его уважаю, вот. А всем спасибо за просмотр, всем пока.